Каникулы у школьников закончились, но в родную школу вернутся далеко не все. По указу губернатора Нижегородской области, теперь очно будут учиться ребята с 1 по 5 класс и 9 и 11 классы. Посмотрев инстаграм Глеба Никитина, мнения подписчиков разделились. Кто-то считает, что все ребята должны ходить в школу очно, и дистанционное образование это вовсе не образование. Пойдемте спросим у сыровчан, как они к этому относятся. На самом деле, когда очно легче усваивается материал, в принципе, потому что сейчас сама по себе концепция дистанционного обучения, она очень правильная, мне нравится в принципе идея. Но она очень топорно реализована сейчас в реале, по крайней мере, то, что я знаю от своих сестер. Так что я считаю, что лучше учиться очно. К тому же, все равно очень же странное разделение по тому, кто учится очно, а кто учится дистанционно. И в итоге, все равно это, как мне кажется, для окончания пандемии никак не поможет. Вообще дистанционно-то, в общем. Почему? Потому что маленькие, извините. Старший класс не выпустили, старший класс. А младший еще. Извините. Как-то. За ними след, и след. Очень. Почему? Потому что дистанционно очень неудобно учиться, нет контакта с детьми друг с другом, с учителями от контакта. И дома они филонят, они учатся. Очно. Почему? Ну, они, во-первых, учиться ли видят, а заочно-то они как же будут сидеть за компьютером-то. Дистанционно. Почему? Потому что меньше болеть будут. Я бы желал лучше, чтобы, конечно, очно учились. Почему? Ну, образование есть, образование. А дистанционное, ну, это обед по телефону. Правильно, что разделили, что теперь первые и пятые классы учатся очно, а остальные дистанционно? Ну, наверное, да, потому что они еще не знают, как пользоваться компьютером, и тем более родители работают. Поэтому, наверное, да. Я думаю, что правильным было бы, кому нравится онлайн, пусть учатся онлайн, и кому нравится очно, ну, очно в школе. То есть, другое дело, единую методику избрать. Опрос мы провели и в социальной сети ВКонтакте. Большинство подписчиков считают, что их дети должны учиться очно. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Евгения Шевцова.